Давайте подробно остановимся на некоторых моментах, на которые следует обратить внимание. Во-первых, это качество воспроизведения знаков серийной нумерации денежного билета. Так, в случае неподдельного мы наблюдаем чистый цвет в одном из полей зеленый, в другом из полей красный. В случае же поддельного денежного билета обратите внимание, что знаки серийной нумерации имеют нечеткие границы и окантовку. Также хочется обратить внимание на водяной знак. В случае поддельного денежного билета водяной знак, как правило, смотрится на просвет и можем наблюдать полтона изображений, размытые. В случае же поддельного денежного билета в месте расположения водяного знака при просмотре на просвет наблюдается очень четкий контур водяного знака, что говорит о том, что между листами было вклеено какое-то вещество с целью имитации водяного знака. Еще на что следует обратить внимание, это защитная нить. Так, в случае поддельного денежного билета в месте расположения защитной нити мы наблюдаем ее только выходы и при изменении угла зрения мы наблюдаем, скажем так, радужные переливы. В случае же поддельного денежного билета у нас следующая картина. Немножко иголочкой можно расслоить и увидеть, что защитная нить, она просто вклеена между листами бумаги и с лицевой стороны купюры вырезаны окошечки для имитации выходов нити наружу. Хочется отметить, что при обнаружении поддельного денежного билета гражданину просто необходимо обратиться в ближайший отдел полиции и ни в коем случае не пытаться реализовать фальшивый денежный билет самостоятельно, так как это уголовно наказуемо. Продолжение следует...